Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 После этого прожимаешь колокольчик Выбираешь все И самое главное Необходимо включить уведомления В приложениях YouTube На Android или iOS Если оно не включено То это все бессмысленно Вы знаете Спереди настолько педантично Все отработано Вот каждый, знаете Каждый угол Каждая линия На самом деле красивая машина Классический вид Ауди Свой стиль Цвет Ну, цвет на любителя Ручки узнаете от Lamborghini Вот эти, а? Уродские Узнаете? То есть это реально просто ламба. Посадка. Заднее сидение. Слушайте, ну, я, конечно, не такой прям там невероятный гурман, но мне кажется, что здесь достаточно удобная посадка. Сидишь хорошо, удобно. Ну и как бы это, ну, ну вы поняли, нормально. Нормально. Тренировочку сделать столько. Панорамный люк. И, кстати, они вот здесь сделали выемки такие сзади под голову. И тут расстояние для головы есть реально. Молодцы. Внутри здесь вроде как бы все строго. Все так по-немецкому четко. И в принципе ничего лишнего. Но эффекта вау у вас не будет. К щитку приборов уже все привыкли. Хорошо работает, ничего не глючит. Но еще бы тут на аудио что-то глючило. Интуитивно понятная система вообще полностью. Я пытался найти, знаете, косяки по салону. Особо ничего не нашел. Я пытался докопаться до чего-нибудь, прям где-нибудь. Ну вот разве что вот такие моменты, да? Как-то вот эта вот штука, вот этот кусок вообще непонятно, как-то он выглядит вот так вот. Я так и не понял, для чего это нужно. Ну, видимо, чтобы вот этот угол заходил, и чтобы он обметал, не бился. За ручку берусь, прям фу, ламборгини сразу. Что я хочу рассказать про салон. Ничего выдающегося, но вот эта вот система мультимедиа у Ауди мне очень нравится. Они ее реализовали в Бентли, они ее реализовали во всех Ауди, в Ламбо, в Эво сейчас такая же фишечка будет, в Ламбо, Урус. Молодцы. Как эти машины будут себя вести, конечно, нам покажет время, что будет отваливаться, что будет не отваливаться. Но это точно не п***ный рейндж-ровер, абсолютно точно. Ребята в интернете пишут, что у большого количества автомобилей Аудио Ку-8 есть нарекания по передней подвеске, и именно по передним стойкам, и то, что машина ложится, что-то происходит с подвеской. Я думаю, это очень быстро решат машины. Да все машины сырые, послушайте. BMW тоже, вон, X5-ы взяли, поехали в Казань на нем. Что-то там с программным обеспечением. Какая-то ошибка загорелась, подвеска тоже начала тупить. Ничего, ни одного болта не открутили, заехали в дилер. Программное обеспечение обновили. Все, как часы работают. Я это на самом деле не воспринимаю, знаете, как поломка. Потому что для меня поломка – это финансовая затратная часть. Это когда у тебя что-то отвалилось, ты идешь и ты покупаешь, как задний мост, например, на гелике. Да, здесь есть куча систем безопасности. Все как бы стандартно. Вот реально в этой тачке есть три параграфа. Три. Система мультимедиа, внешний вид и цена. Все. Больше здесь ничего нет. Еще я хотел бы отметить один интересный факт. Смотря на то, что здесь окна без рамок, они умудрились сделать здесь достаточно хорошую шумоизоляцию и в машине находиться достаточно комфортно. Здесь стоят у нас 21-е колеса, 285-45-21. На самом деле покрышки очень высокие, видите? Она мягкая, комфортная. Это она сейчас занижена. Когда она поднимается, она, конечно, не так смотрит. Сейчас хоть мы ее занижили, хоть как-то чего-то более-менее. Очень комфортно в себе. Когда выходишь на неровную поверхность, на не очень хорошую дорогу, то эта машина ведет себя на ней прекрасно. Ну, конечно, нужно учитывать, что здесь такие большие покрышки стоят, блюдские колеса. Если вы хотите, чтобы машина выглядела красиво, она точно не будет так себя вести уверенно и мягко и комфортно на бездорожье. Это не резкая машина, это такая мягкая машинка, спокойненько не выпендриваться, аккуратненько ездить, спокойно по улицам. Вот ах, у вас не будет никакого от нее, да? Я думаю, это по большей части, наверное, все-таки женский автомобиль. Я так думаю. Обзорность у этой машины хорошая, за исключение, конечно, заднего стекла, потому что оно скошное, оно маленькое, как в их шестом. Я, кстати, их шестой не покупал, когда выбирал машину, только по той простой причине, что мне не нравился вид заднего, вот этого окошечка маленького. Вот я смотрю здесь на проекционный дисплей, и он настолько качественный, настолько четкий, настолько, блин, правильный. И даже я вижу белый цвет на фоне белой машины. Вижу идеально. Вот средний расход 18 литров она показывает. 18-19 по городу она у нас кушает. Это, кстати, ну, немало для двигателя с таким объемом. Да нормально, ну, симпатично. Я не могу сказать, что это как бы убого. И тут не перегружено все, как у Lamborghini. Помните, вот у Lambo прям задница такая нагруженная вся. Багажник, да небольшой, не маленький. Небольшой, не маленький. Вот здесь, конечно, дешевый пластик такой. Опять этот вонючий курс просто. Представляете, вот там 4 миллиона. Я бы с удовольствием такую машину маме купил. Но не за 7. 7 миллионов это очень дорого. Слушайте, 7 миллионов рублей стоит однокомнатная квартира в новых черемушках. Вообще, жизненный путь Audi Q8 достаточно неоднозначен. Неоднозначен, потому что конкуренция просто невероятная. И приобрести такой автомобиль достаточно нелегко. И я сейчас объясню, почему. 7200 отдать за обычную, ничем особо не выделяющуюся, в принципе, тачку, которая модно своими линиями будет буквально несколько месяцев. Я считаю, это мое мнение, что вместо того, чтобы покупать Audi вот такую, лучше купить за 8 вот такую тачку. Это тачка с таким же мотором. 340 лошадиных сил. Но это Porsche. Да, эта машина подороже. Да, эта машина более пафосная. Но в моем понимании, эта машина более качественная. Абсолютно точно. Porsche это стильно, в конце концов. Porsche это круто. Если вы не хотите идти по ценнику выше, идите по ценнику ниже. Ну вот, например, Эмелька, да? Вот Эмелька 63-я стоит у нас. Человек купил ее там за 4 миллиона рублей. Она уже бушная, она уже покаталась. Но эта тачка будет ехать. Если у вас есть возможность, обязательно рассмотрите, как конкурента, Porsche. А если у вас, например, денег поменьше, то можно рассмотреть кучу-кучу-кучу разных машин. Вот вы мне говорите, протестируй эту машину, протестируй эту машину, протестируй эту машину. Но вот что ее тестировать? Вот эта машина грустная. Останови нас сотрудниками ДДД, пожалуйста. Audi Q8, мне интересно даже сотрудникам ГИБДД про нее рассказывать. Что про нее рассказывать? Вот, посмотрите, Audi Q8. Ха-ха-ха. Хорошие автомобили. Вы посмотрите, какие тут кнопочки. Посмотрите, какие тут крутилочки. Ха-ха, братан, тебе нравится, а? Тебе нравится? Потыкай, блядь, на кнопочки. Потыкай. Молодец. Тебе понравилось? Поставьте ему лайк, пацаны. Или сидите с умным лицом, читайте инструкции и говорите, о этой машине там длина 3 метра 40 сантиметров, ширина там 2 метра 52 сантиметра, вес двигателя там такое-то. Кому это нахер нужно? Когда человек покупает эту тачку, ему интересно узнать то, как она едет, то, какая она. Уже понятно, что нас заставляют любить автомобиль глазами. Мы посмотрели на него, влюбились и понесли свои денежки. Самое дорогое, что у нас есть, друзья, это наше впечатление, это наше получение удовольствия, это наше вот ощущение от того, что мы живы, мы живем, мы передвигаемся, мы ездим, делаем какие-то там свои дела, растим детей там и так далее. Спор о том, у кого чего отвалилось, в каком автомобиле, там Mercedes это или BMW или Audi или еще какой-то автомобиль, вообще бесполезно. Они все просто говнища, вообще все, они разваливаются. Но есть тачка, которая выполняет ваш функционал. Вот я не знаю, вы коляску положили в багажник, хорошо стоит коляска, коляска удобно там крепится, она не болтается по всему салону, вам нравится. Вы получаете удовольствие. Думаете, какой я молодец, какую хорошую машину я купил. Или, например, вы покупаете мощный автомобиль, вы педаль нажимаете и обижаете этот Mercedes, да, Ешку 63-ю. И такие, блин, какую хорошую тачку я купил. Вот в данном случае эта машина не имеет никаких сверхплюсов. Салон, да, плюс-минус то же самое. Багажник, да, плюс-минус то же самое. Есть в багажнике фишечка, что когда он открывается, полочка задняя уезжает и закрывается, и полочка, соответственно, двигается в обратном направлении. Да, фишечка, но за эту фишечку 7300 платить, вы что, с ума сошли? Знаете, я думаю, вот какую вещь. Если вам реально машина нравится, абсолютно не важно какая-то, Mercedes, BMW, Audi, какой-то, ну, не важно. Покупайте, даже не думайте. Вы должны эстетически получать удовольствие от машины. Вот если вы кайфуете от этой тачки, все, значит, ее надо брать. Вот это уже 85% правильной покупки. Вы пытаетесь проанализировать. Ой, а там подвеска падает. Ой, а там вот это отваливается. Ой, а тут такое-то минус, а тут такое-то. Это у всех, абсолютно у всех тачек. Докопаться можно вообще до любой тачки. Вот хотите, вот, вот я прямо сейчас вот смотрю на переднюю панель, да, на передний дисплей. Вот с правой стороны, с правой стороны стык ровный, а с левой стороны стык неровный. Она не подходит. Она, они неровно поставили. Оно просто стоит неровно. Здесь геометрическая ошибка. Докопался? Докопался. Но какая нахрен разница на этот стык, если человек получает безумное удовольствие от тачки и от этой системы мультимедиа. Причем неплохой системы мультимедиа, я хочу подняться. Пацаны, стойте, не уезжайте. А какие призы-то будут? Пять победителей из Москвы и Санкт-Петербурга получат очень крутые услуги от L-Skill'а. А если ты из любого другого города, либо региона, ты сможешь забрать три любые вещи на выбор и замерчай L-Skill'а. Заходи в описание, там все условия и участвуй. Что же у нас получается по финалу? А по финалу у нас получается, что это просто легкое знакомство с Audi Q8. В этом исполнении это и вообще чисто просто семейный какой-то автомобиль, спокойный, ни на что не претендующий, ни на что вообще. Да, она мягенькая, да, она ровненькая такая, да, она такая приятненькая, хорошенькая. Но вы должны понимать, что в диапазоне от 5 до 10 миллионов рублей вы можете купить огромное количество тачек. Вариантов бешеное количество. Вы знаете, я не могу сказать, что она конченая, да, потому что она не конченая. Она прикольная, она мягкая, она такая своеобразная, знаете. Вот если бы я вообще ни хрена не понимал в тачках, я бы ее точно купил, наверное. Я бы посмотрел на нее и сказал, ой, приятный дизайн, ой, что-то новое. Если вот все приелось и хочется чего-нибудь свежего, да, ее можно тогда как бы вот, ну, рассмотреть. Но учтите, что вот от 5 до 10 миллионов рублей это разброс по комплектации. Ни хрена себе комплектация. Вы ее что, за лишнюю пятерку научите летать? Тогда получается проще две такие голые по 5 взять и кайфовать просто. Я вам рекомендую тем, кто эту машину рассматривает, не морочиться с техническими характеристиками, потому что они тут плюс-минус стандартные. Никаких супервыигрышных позиций в этой машине нету. Поэтому, если она вам нравится внешне, внешне, если вы получаете от нее удовольствие, вам нравится салон, вам нравится, как она выглядит, этого достаточно для того, чтобы ее купить. Не надо никого слушать. Вот Audi больше ломаются, BMW меньше ломаются, Mercedes там столько-то ломаются. Они ломаются все. Это одна бригада ух, которая просто нас всех обелечивает, я бы так сказал, да, мягко. То есть они все уже договорились, они делают одни и те же машины в разных упаковках, в разных фантиках. С вами был я, Эрик Давидович, и программа «Д3». Всем пока, спасибо большое. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!